Алло. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Он поступает из Кредит Европа Банка, деломониторинг задолженности. Специалист Голова Алина Рустановна. Я Светлана Игоревна, могу услышать Икунина? Нет, не услышите вы ее. Прошу, пожалуйста, кем приходите к нам? Клиент это наш. А, клиент ваш. А как у вас организация называется? Организация называется Общество с ограниченной ответственностью Алиам. Алиам? Алиам. Алиам. Да. Хорошо, уточните, пожалуйста, через вас может есть возможность информации ей оставить, наш номер телефона? Вы ей звонили, она воспользовалась услугой переадресации, нажала кнопку сброса, тем самым подтвердила отказ от общения с своими взыскателями, переадресовала эту возможность нам. Поэтому вы можете ей сообщить информацию через нас. А у вас какой юридический адрес организации? Это не, зачем вам сейчас знать? Зачем? А каким это образом? Я голосу из трубки не предоставляю информацию. Вся информация будет предоставлена вам в переписке в официальной. А вы отправили нам документы в банк? Какие документы вас интересуют? Ну, хотя бы доверенность. А зачем вам? Можете объяснить, зачем вам доверенность? Ну, предоставляем, будут письма написанные. Для чего она? Она будет писать вам письма. А где письма? Она будет писать? Конечно. Ну, мы будем писать, она будет свои автографы ставить. Я очень сомневаюсь, что вы сотрудники юридической организации. А почему у вас такие сомнения? Сотрудникам юридической организации направляются в банк. Да ладно. Вы для чего вообще? Чтобы просто так отдать вам денег? Все вы взяли во-первых, что она за деньги это делает, а во-вторых, откуда у вас такая стойкая убежденность, как вести коммерцию, как вести юридический бизнес? Родственник ее, возможно, супруг, потому что на такой безграмотности не могут быть сотрудники юридической организации. Вот это да. Вот это да. Откуда вы знаете, вы как часто с сотрудниками юридической организации общаетесь? Как мы каждый день общаемся с сотрудниками юридической организации? И как же должен себя вести сотрудник юридической организации, чтобы удовлетворить ваши требования? Сейчас вот начинает разговор с того, что такого-то числа была доверенность... Да ладно, голосу из трубки мы не выдаем компетенциальную информацию. Адресу, письма направлены в банк, вся информация по клиенту уже предоставляется. Это вы хотите, чтобы мы так себя вели. Но мы ведем себя так, как нам видится нужным и необходимым. Позвольте нам принимать решения самостоятельно. Хорошо? И не консультироваться у сотрудников банков. Вы даже на элементарный вопрос, а именно для чего она обратилась в вашу организацию и оплатила ли она ваши услуги, вы говорите, что вы работаете бесплатно. Вы общаетесь... По крайней мере, нелогично. Это нелогично, потому что логические ответы голосу из трубки не даются. Если вы утверждаете, что вы общаетесь с юристами, которые вам выдают по первому требованию любую информацию, вы общаетесь с дилетантами. Вы также, как сотрудник юридической организации, не можете назвать все юридические адресы. А почему я должен это делать? Объясните мне. Возможно, мы получаем письма от данных организаций, направляем им какие-то там предложения, чтобы в досудебном порядке решить вопрос клиентам. Конечно. В любом случае вам придется в судебном порядке. А какой юридический адрес-то вы же? А в письмах все будет написано. Это вы понимаете, что вы в судебном порядке. Вы понимаете, что для клиента это невыгодно, что клиенту придется в любом случае отдать долг. Какой вы опытный специалист. Почему вы не видите свою юридическую практику, так как я делаю это уже на протяжении 2014 года? Это не нужно. Почему не нужно? Хорошие бы деньги зарабатывали. А вы на телефоне работаете. Ванна Игорь была первым вашим клиентом в вашей организации? С 2010 года нет. Подождите. Вы же сказали с 14-го, с 10-го уже? Я говорю с 14-го. Я юриспруденцией занимаюсь. 14-й год. А с 10-го года? Наша организация существует с 2010-го года и занимается тем, что помогает людям, попавшим в трудную финансовую ситуацию. Вы сейчас наверняка убедились, да? Но если вы не помогаете, то как мы помогаем. Нет. На сайт наш зайдите. Зайдите на наш сайт, посмотрите. Он созвучный нашему названию. Смотрите, пожалуйста, сайт. Вот мне лично самое интересное. Дайте хоть зайду, посмотрю. Ну, я же вам назвал название нашей организации. Помните? Или уже забыли? Алям? Да. Прям 3W впереди наберите. 3w.aliam.ru? Совершенно верно. Вот даже сейчас в интернете Алям набираю и что-то ничего путного не нахожу. Значит, у вас что-то непутное выходит. Значит, не там, наверное, набираю. Да. Скорее всего, вы одну L пишете, а не две L. Сколько? Одну L? Нет. Надо две писать. Надо две писать, да? Угу. Все. Я вас поняла. Ну, хорошо тогда. Нашли что-то путное? Нет. Ничего абсолютно. А что сразу не нашли, а потом уже не хотите искать, да? Видимо, попалось все-таки. Вышел сайт. Один из первых в поисковике в Яндексе он выходит. Что очень популярный сайт. Судники совсем в данной организации неграмотные, даже не знают, как составлять. А вы невежливые. Даже кто составляет письма и то не знает. А мы будем писать письма не от своего имени, а от имени клиента. Вы вообще знаете разговор с того, что клиент должен писать данные письма? Да ничего он не должен вам. Он даже выполнять условия вашего липового договора не должен, если вы хотите на эмоции переходить. Я вам поясню, что в договоре нашего клиента вообще ужас, что написано. С первого дня клиента обманываете. И еще свердите о какой-то порядочности и о правилах. Даже элементарно никакая переадресация не сработала. Вы даже элементарно на этот вопрос не можете ответить. Я не собираюсь вам вообще, дамочка, на какие-то вопросы отвечать. Я не знаю, кто звонит. Я не скидывала. Да. Вы давайте номер доверенности мне сообщите, на основании которого вы интересуетесь делами моего клиента. Здравствуйте, пожалуйста. Как вас зовут? Я уже вам представлялся. Меня зовут Дмитрий Евгеньевич. Дмитрий Евгеньевич. А фамилия ваша Дмитрий Евгеньевич? Кузнецов. Номер телефона вашей организации. Как нам узнать вообще, что вы сотрудник? Да не нужно вам. Зачем вам? Почему вы должны что-то узнавать? Нам плевать, будете вы знать что-то о нас или нет. Мы питаемся с нашим клиентом. Отвечаете нам вы. Не понятно, Дмитрий Евгеньевич? Да не учите меня жить. Я не знаю, с кем я разговариваю. Вы заметили? Да, я могу вести... Вам представить? Да, мало ли, что вы мне представили. Я вам могу назвать наш юридический адрес. Да, мне плевать на ваш юридический адрес. Вы мне назовите свою фамилию, имя, отчество, номер доверенности, на основании которого вам делегировала ваша организация вести переговоры с клиентом. Я сначала проверю, а потом выберу для себя формат общения. Что вы можете проверить? А то вы мне тут уже на меня столько грязи вылили, я тут пытаюсь с вами рассусоливать. Каким образом вы можете что-то проверить? Скажите, пожалуйста, если вы элементарно знаете, то какие письма... Позвоню в банк и спрошу, есть ли такая госпожа у вас в штате? Имеет ли она право... И есть ли у него доверенность от банка, на основании которой делегировано право звонить человеку и узнавать что-либо о нём? Мы звоним согласно условиям договора. Наш клиент поставил подпись, дал согласие на то, что вы знаете, что первое письмо, которое мы отправили от имени клиента, это отзыв согласия на обработку персональных данных и передачу этой информации этим лицам. Но то, что вы банк, вы имеете право пробовать общаться в устном формате с банком, но наш клиент совершенно спокойно может отказаться от такого формата общения и вести переговоры только в письменном виде. Письмо? Какого числа? Вот какого числа? Да не буду я вам отчеты отдавать. Получите, увидите. Кто вы такой? Вы просто сотрудник службы взыскания, а письма отправлены в адрес головного офиса. А вы, Дмитрий Евгеньевич, вообще непонятно кто такой. Да мне всё равно, что вам там понятно или нет. Я знаю, что вы сотрудник, которого зацепили за амбиты. Вы привыкли доводить до инфаркта бабушек и дедушек, а тут нарвались на человека, которому плевать на ваши угрозы. И вы понимаете, что вы утратили возможность влиять на клиента. И это вас тоже бесит. Поскольку закончили юридический вуз. Два высших образования, да. Поэтому вы сейчас пытаетесь себя так вести. Я сижу и смотрю кино, интересно. Это всего абсолютно не меня. А вы мне тут звоните и вынуждаете меня отрываться от приятного времяпровождения в выходной день. Кто вам дал право звонить в выходной день клиенту? Ну объясните, пожалуйста. Даже трубку не брать. Однако вы ответили. Поэтому будьте добры. Ну потому что это моя работа. Я сегодня дежурю в офисе. И отвечаю на звонки. Письмо в банк. От какого письма в банк направлено? Да я же вам сказал. Получите письма и все увидите. Вы что там? А вот профессиональных данных. Мы что, гадать сейчас здесь должны? Да не могу. Вы что, не понимаете, что я вам говорю, что я не собираюсь вам отчет давать. Я сейчас сижу, получаю удовольствие и уже намерен в ютубе эту запись разместить. А сотрудник теоретической организации у вас должно быть все четко. Такого-то, такого-то числа. И что вы там думаете? И что там четко? Какое-то такое-то письмо, а вы ощущение, как будто Светлана Игоревна сидите за столом и праздник отмечаете. Да нет, я не употребляю алкоголь, поэтому совершенно отчетливо. Не говоря, что за столом можно только употреблять алкоголь? Да, да, я так по вашему тону понял, да. А что, нельзя человеку за столом сидеть и разговаривать с сотрудником банка? Я должен по стойке смирно стать. Вы так привыкли, да, чтобы ваши клиенты себя вели? Нет, ваши клиенты так себя, во всяком случае, клиенты, которые стали нашими клиентами, так себя вести не будут. Дмитрий Евгеньевич, наш разговор заходит в тупик. Вам не кажется? В тупик заходит, и что теперь? Ну что вы его продолжаете? Кладите трубку и длитесь там молча у себя на работе за свои копеечки. А я бы на вашем месте подумал, как с людьми разговаривать, чтобы не нарываться на такие тупики. Дмитрий Евгеньевич, вы единственный сотрудник данной организации? Нет, у меня... Тогда нам можно перезвонить, чтобы кто-то ответил другой. А я руководитель, прям президент компании, если вы хотите. Дмитрий Евгеньевич, точно же вы руководите. Ну вы зайдите на сайт Алиам ради интереса, а то же вам только всякая ерунда выходит, а вот когда вы зашли, наверное, увидели наш сайт, вы уже не зашли возможным, да, об этом говорить. Какое? Нашли возможность? Нет, я просто сейчас зайду, посмотрю, кто там действительно генеральный директор данной организации, чтобы к вам по фамилии, имя, отчество обращаться. Вас ждет большое удивление, вы с ним и разговариваете сейчас. Конечно, вы сейчас скажете, что так я не должен себя вести, а я выбираю формат общения с голосом из трубки так, как хочу. Более того, я не против банков и банковского бизнеса, я против того беспредела, которое вы творите. Нет, нет же организации Алиам, вы мне что сейчас вводите? Да мне все равно, что там у вас с интернетом на вашем рабочем компьютере, и даже я не подозреваю, что вы не на рабочем компьютере сидите. Нет такой организации Алиам юридической, и тем более у вас, Дмитрий Евгеньевич, как вы видите. Да мне все равно, что вы там видите на своем компьютере, да? Понятно, понятно. С вами разговор на данный момент я заканчиваю. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.